Здравствуйте! В эфире Истина в студии Султаниеси Такаева. Сегодня мы поговорим о важных событиях в сфере образования. Эту тему мы обсудим с депутатом, членом комитета Государственного совета Республики Крым по образованию Сергеем Додоновым. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Недавно в Крыму в Артеке прошел финальный этап всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Среди победителей были крымские школьники и школы. Как вы оцениваете их результаты? Знаете, вот когда сталкиваешься с такими конкурсами, сразу хочется сказать, что где мои 15 лет. Потому что в свое время, когда мы в конце 80-х заканчивали школу, таких инициатив не было. И сегодня, конечно же, хочется отметить, что в 9 номинациях участвовали наши ребята. Победили в 4-х. Есть 2 победителя после, точнее, обучающихся 11 класса. И четверо, или даже 6, извините, 6 человек, которые обучаются сейчас в 9-10 классе. То есть это потенциал для Крыма. Из 600 финалистов фактически 8 человек наших. Много это или не мало, я считаю, что это хороший задел на будущее. Потому что конкурс будет в 2021 году, и это замечательно. Если сказать о том, что получают победители, ну, это миллион рублей. Это обучающиеся с 11 класса. И 9-й, 10-й класс получают по 200 тысяч на свое развитие, на свое дальнейшее образование. Я считаю, что это хороший задел. И возможность ребятам получить достойное образование. И затем вернуться в Крым и изменять Крым к лучшему. Какие сейчас масштабные детские конкурсы проходят? И сможет ли Крым стать общероссийской, всероссийской площадкой для проведения их? Знаете, под конец года, наверное, сейчас больше проходит в основном творческих конкурсов. Которые как в объективе представляют себе Россию. Как будущее России в рисунках представляют наши школьники, обучающиеся. Информацию можно найти на сайте и Минобразования Республики Крым, и Министерства просвещения Российской Федерации. То есть конкурсы, дедлайны там еще до 25 ноября. Это самые ближайшие. А так и 31 декабря заканчиваются. Но я хотел бы сказать, что Крым действительно будет площадкой. Почему? У нас есть центр ОТЭК, международный детский центр. Он преображается. Он дает возможность проявлять свои творческие и научные потенциалы. И фактически, кроме нашего крымского ОТЭКа, есть еще Сириус, есть еще Океан и другие, получается, центры, которые создаются в других регионах Российской Федерации. Поэтому, обращаясь к нашим школьникам сегодня, хочется сказать, что, ребята, самое главное, не стесняйтесь высказывать свои мысли и отстаивать свою позицию. И тогда у вас будет успех. Сейчас непростое время. Главная тема – это ковид. И Крымский федеральный университет перешел на дистанционный формат обучения. Насколько это необходимая была мера? Знаете, буквально перед нашей передачей, вчера, да, был издан, по-моему, вчера, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о том, что до 6 февраля все вузы переходят на дистанционное обучение, но обучение в удаленном формате. Фактически, это касается прежде всего Санкт-Петербурга и Москвы, там, где большая концентрация учебных и образовательных заведений. И для нас, как для региональных вузов, было сказано, что по согласованию с Роспотребнадзором. Фактически, до этого приказа вуз все равно находился в смешанной форме обучения. И только занятия, которые связаны с лабораторными, химия, физика, медицинских учреждениях, то есть в медакадемии наши занятия, они проходили очно. Потому что там были маленькие группы, и их провести дистанционно практически невозможно. Все, что возможно было провести дистанционно, у нас это и так уже было. Поэтому перешли, опыт уже есть, заканчивали предыдущий год. Будем относиться к этому как к вынужденной мере. Почему? Потому что, надеюсь, все телезрители со мной будут согласны, что дистанционное образование не то, к чему хотелось бы стремиться в будущем. Но поскольку мы находимся в таких условиях, то это вынужденная мера необходимо использовать для получения образования. А насколько было сложно перейти на дистанционный формат обучения и преподавателям, и студентам? Я думаю, что в начале это было сложно. Именно в начале мы говорим это про март-апрель прошлого года, когда это было все с нуля. Сейчас уже есть определенные наработки. К тому же университет выходит на стадию аттестации, аккредитации точнее. И фактически учебные планы все уже перепроверены за лето. Рабочие программы подкорректированы. Они уже сегодня выкладываются на образовательную платформу Moodle. Переходим к тому, что лекции и дистанционное обучение проходят на платформе ВКонтакте. Используются другие образовательные платформы или, так скажем, мессенджеры для общения в соцсетях. То есть сейчас уже во вторую волну мы, скажем так, что мы более подготовлены. Но я еще раз акцентирую внимание, что не хотелось бы, чтобы это было принято за норму. Я, конечно, понимаю, что практически все образовательные стандарты сегодня подразумевают онлайн-обучение. Но это как часть, но это не основа. То есть поэтому хочется, чтобы поскорее все это закончилось, и мы вернулись к нормальному классическому образованию. Но тем не менее школы не перешли на дистанционное обучение. Насколько там ситуация под контролем? По информации министра образования Валентина Васильевна Лаврик, хочется сказать, что вчера она озвучила, что у нас только три образовательных учреждения. Общеобразовательных сегодня закрыты. 44 класса находятся на карантере. А все остальные более 500 школ, так скажем, они находятся в стандартном образовательном процессе. То есть ситуация не критическая, но в отдельных случаях действительно она может быть напряженной. Когда у нас, если классы закрываются в школе, это может вызывать какую-то панику и все остальное. Но здесь прежде всего надо обратиться самим к себе. То есть сказать буквально следующее, что если заболел ваш ребенок, не отправляйте его в школу, не создавайте прецедента. Постарайтесь, чтобы он находился дома и перенес свое состояние болезненное, то есть РВИ или что это на самом деле, то есть с признаками дома. То есть не приносите это в школу. А дальше в школы стараются, стараются, еще раз скажу, соблюдать и ограничительные меры, и по возможности обеспечены они рециркуляторами. Почему говорю по возможности? Потому что у нас всего лишь 15 400 примерно рециркуляторов на весь Крым. Это недостаточно, сразу прямо скажу. То есть над этим надо работать, еще необходимо закупать. И в бюджете следующего года это действительно заложено. Что касается температурного режима проветривания, ну здесь нам погода сама по себе благоволила, чтобы мы делали проветривание помещений. А дальше опять же, ну просто соблюдение личных мер безопасности. Чтобы обеспечить безопасность, кроме рециркуляторов были закупаны еще необходимые средства защиты. Расскажите, откуда были выделены средства? Ну, прежде всего это средства бюджетов, муниципального, республиканского и средства попечителей. Они тоже выделялись. Там, где есть активно действующие попечительские советы при школах, они попечители активно участвовали для того, чтобы в каждом классе находился рециркулятор. То есть, чтобы по максимуму обезопасить нахождение детей в школе вот в этих условиях пандемии. Если ситуация, эпидситуация ухудшится, все-таки школы уйдут на дистанционное обучение? Ну, понятное дело, что если ситуация будет ухудшаться, то никто не будет рисковать здоровьем. И действительно будут приняты меры и Роспотребнадзором, и другими органами исполнительной власти о том, чтобы организовать дистанционное обучение. Тем более, что школы уже, опять же, проходили этот вариант, опять же, апрель, май, даже июнь, выпускные экзамены в дистанционном формате. Вот, все-таки дистанционный формат был в школе. Были ли вынесены положительные моменты из этого опыта? И сейчас используют ли их в образовательном процессе? Я думаю, что положительные моменты всегда, из любого, даже самого негативного явления, необходимо делать какие-то позитивные выводы. И самое главное, наверное, к чему пришли наши преподаватели, это то, что, ну, если мы переходим в дистанционный режим обучения, то необходимо, чтобы более наглядными были уроки, которые проходят, и там, где ребята изучают самостоятельно. Но, знаете, все равно больше негативных, наверное, высказываний в дистанционном обучении, причем это не только от преподавателей самих, от учителей, да, сколько и от родителей, и от ребят старших курсов. Почему? Потому что, ну, слишком много времени тратится на то, чтобы донести материал, который ты стандартно за один час академический, да, выкладывал. На это приходится потратить 3-4 часа. То есть, фактически, это индивидуальная работа сродни репетиторству, которую проводят наши учителя, если школа обучается в дистанционном режиме. Поэтому, да, это надо, если это опасно. Но если позволяет ситуация, то есть я не сторонник того, чтобы дистанционное обучение превалировало над очной формой. В Крыму три государственных языка, есть школы, классы с изучением крымско-катарского языка. Насколько доступно образование сейчас на крымско-катарском? Ну, если говорить о статистике, статистика буквально следующая, что сегодня 3%, ну, чуть больше 3% обучающихся, это около 6,5 тысяч обучающихся в школах, изучают образовательные программы на крымско-катарском языке. Доступно или нет? Ну, в 2017-2018 году было потрачено порядка 100 миллионов рублей на то, чтобы издать учебные пособия по 12 образовательным предметам. Потом, по-моему, в 2018 году опять же выделяли средства на то, чтобы издать 15 учебно-методических пособий, которые касаются литературы и языка непосредственно на крымско-катарском языке. Затем была утверждена образовательная программа на уровне федерального государственного образовательного стандарта. Это утверждена программа Министерством просвещения Российской Федерации. И, следовательно, все условия нормативные, они вроде как и соблюдены. Что касается обучения непосредственно, то следует сказать, что в 15 регионах Крыма из 25 муниципалитетов, у нас идет преподавание на крымско-катарском языке. Это не значит, что вся программа изучается. Потому что еще одна цифра, что порядка 32 тысяч ребят изучают крымско-катарский язык в качестве факультатива. То есть это значит, что они дополнительно во внеурочное время проходят вот эту вот программу. Как создать класс для обучения на крымско-катарском языке? Это необходимо, чтобы сами родители подали заявление в образовательное учреждение, что они и хотят, чтобы их дети обучались вот по такой вот именно программе. И тогда уже образовательное учреждение, имея такие полномочия, должна издать локальный нормативный акт о создании такого класса и дальше, как говорится, сопровождать. Еще хочется отметить, что педагоги тоже есть, потому что и инженерно-педагогический университет, и федеральный университет, они за вот 5 лет выпустили почти, да не почти, а больше, чем 500 человек специалистов, 500 специалистов, которые имеют профиль крымско-катарский язык, то есть подготовка. Вот, поэтому вроде, то есть все вот формальные основания есть, дальше все это именно желание родителей и желание самих обучающихся дальше осваивать программу на крымско-катарском языке. Спасибо, Сергей Владимирович. А это была Истина. До встречи.